Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала с вами. Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, также практики, настрои, ритуалы и медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, конечно, помните, все в ваших руках. Ваша жизнь – это ваша ответственность. Ведь только вы можете решить, делать, не делать, думать, не думать. За вас никто это решить не может. На канале это только инструменты и советы в помощь вам. Следовать советам, не следовать – это тоже ваш выбор. Ведь в конечном итоге ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. Ну а сегодня просто пророчество колоды мастер Таро. Так называется эта колода. Мы посмотрим сегодня, что же, по мнению мастер Таро колоды, важно для вас сейчас и что же может произойти в самое ближайшее время. Так, наверное, по вопросам и посмотрим. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок даёт вам Вселенная. Ну что, пророчество мастер Таро. Смотрим, что же важно для вас знать сегодня, по мнению этой колоды. Может быть, вы уже это знаете, а может быть, это будет для вас новостью. Ну и смотрим. Первое, что я вижу, ну, наверное, это очень интересно, когда вам важно знать, что в жизни есть радость, что вы можете радоваться и должны радоваться каждому дню своей жизни. Также эта колода говорит о том, что, может быть, в самое ближайшее время вас ждут именно дружеские встречи, дни рождения и празднования чего-то. Вот этого я действительно не ожидала. Обычно, когда важно знать, выходит что-то серьёзное с анализом. А тут просто радуйтесь на сегодняшний день, говорит мастер Таро Колода. Ну и давайте посмотрим, что же мастер Таро Колода хочет посоветовать вам на ближайшее время. Перестать переживать. Вот действительно, не зря была первая карта. Перестать переживать, перестать раздражаться, перестать нервничать по любому поводу. Кстати, смотрите, нелегко это сделать, но неважно, что происходит в вашей жизни, ваша реакция очень сильно влияет на развитие событий. И потому что я вижу здесь, не зря первая карта, что вам надо знать, была радость. Радость празднования встречи. Потому что вторая карта говорит о том, что если вы не будете этого делать, а будете концентрироваться на проблемах, вы будете загонять себя, ну, глубоко в депрессию. И я не думаю, что это вам надо. При любой ситуации, я знаю, что очень тяжело сразу взять себя в руки. Я сама человек такой же, как и вы, и я знаю, что первые эмоции, первые всплески, они часто бывают, ну, неприятные и для себя, и для окружающих. Да, поднимаешь голос, да, может быть, даже пытаешься скандалить. Это всё нам знакомо. Главное не это. Вы можете себе, да, вы знаете, я, когда такое происходит, я до такой степени научилась контролировать себя, что когда я чувствую всплеск вот такой, я тут же говорю себе, делай, как знаешь, позволь себе, позвольте себе. Вот как только вы это скажете, вы знаете, я уже улыбаюсь. Я знаю, что как только говоришь себе, я позволяю себе или позволь себе поскандалить, у меня тут же падает этот пыл, вот именно вот эта острота негативных эмоций, и буквально 5 минут, и я уже могу мыслить ясно и аналитически. И ещё, для тех, у кого проблемы с отношениями, ярко вижу ревность, или вашу, или вашего партнёра. Ну, партнёр или партнёрша, вы знаете, что я говорю, это как человек, а человек это существительное мужского рода. Так вот, не ревнуйте. Ни в коем случае, если партнёр или партнёрша дают повод для ревности, значит, надо расставить все точки над «и». сядьте и поговорите. А просто ревновать, просто подозревать и нервничать по этому поводу не приведёт ни к чему хорошему. Самое интересное, первое, к чему оно приведёт, действительно, к измене, предательству, потому что вы сами к себе это притянете. Ведь почему я всегда говорю, измените это, измените то, постарайтесь сделать так, для того, чтобы изменить ваш уровень мышления, изменить вашу реакцию на те или иные события. И вот по этой карте могу точно сказать, что мастер Таро Колода говорит вам не переживать. Ну и как... А я всегда говорю, что в любой ситуации всегда можно найти позитивный аспект и переключить силой воли своё внимание на этот аспект. Вот одним из таких аспектов, кстати, это позволить себе. Ну давайте же ещё одну карту. Если вы позволите себе, если вы научитесь, будете, не научитесь, а будете радоваться всему, что у вас есть, каждому дню вашей жизни, будете находить во всём позитивные нотки, то перемены, которые произойдут в самое ближайшее время, ошеломят вас своей позитивностью и тем, чего вы сможете достичь. А перемены будут очень быстрые. И для того, чтобы они действительно были в лучшую сторону, я вам уже сказала, что делать. Поэтому выбор ваш. Всё в ваших руках. А советы я уже дала.